всех пресс друзья на связи данки сегодня ждет интересный бой формат 3 на 3 играет сопротивление против конфидерация предоставил данную запись боя игрок лёши тире план задаваем играет сопротивление 21 ранга текущие 80 процентов спасибо тебе большое за то что предоставил данную запись боя и поддержал канал материально переходим к комментированию реплея игроки у нас играет на карте окулус на карте в центре есть остров вокруг него моря даже скорее озеро какое-то что море не так что прям здесь много и игроки стараются быстро выйти в развертку желтого игрока это получается это наш автор лёша буду такое называть выходит быстро в кайманов начинает сбор контейнеров заранее кайманов выдвигается по намечен маршрут мы видно игроки опытные вот и летят захватывать контейнеры ближе к базам оппонентам они тоже вышли в море тут уже 56 верфей стороны конфидерации стороны сопротивления 4 верфи но боковые фланговые игроки поставили уже торпедной установки видно что игроки на опыте вот и начинается месиво ну почти все контейнеры на море которые были забрал нас лёша его напарники в море не спешат они пошли в экономику хотя дешево очень много ресурсов собрал и все забрал себе может быть и на самом деле не было смысла его товарищем быстро выходить в море там ресурсов не так что прям много голоса кстати переделанная карта раньше здесь на этих позициях сейчас находится красный и точнее желтые зеленые игроки из стоял небольшой городок поставить базу есть был до этого невозможно как переделали теперь здесь можно играть более-менее комфортно в режиме игры три на три правда моря здесь очень мало один из игроков по-хорошему должен играть на земкой но этому препятствуют у нас мосты чуть позже расскажу обращаю ваше внимание что масс дельта все-таки 6 верфей против в основном только двух верфей от желтого игрока потому что товарища верфи поставили но пока что юнитов там особо не произвели вот здесь фиолетовый с зеленым концентратором забирают большой контейнер с маленькими сумме вот если делать здесь дельты пока не захватили маленький контейнер вот уже начинает делать надо контроль своих юнитов можно и отдать контейнеры которые так долго и старательно захватывал так но активно фаза действий прошла мы видим что идет разведка друг друга вот и обращаю ваше внимание эта карта немного необычная я так понимаю на ней падают большие контейнеры только на воде только вот в этих двух позициях даже не три позиции обычного режима игры 3 на 3 сикарта подходит подходит под это то бросается три системы большими контейнерами на каждого второго игрока приходится один контейнер ну то бишь красный играет против синего между ними всегда хотя бы один контейнер больше появляется точно также между желтым зеленым и зеленым с фиолетовым вот но здесь не так карта маленькая просто некуда дропать эти контейнеры поэтому здесь меньше контейнеров можете захватить во время боя вот почему на землю не кинут том что на мосты мы не кидаем большие контейнеры вот а больше как бы ставить некуда поставишь снизу моста кажется что-то для сопротивления контейнер вставишь сверху казахши для контейнера то и здесь уже ничего не сделаешь ставить центр можно но заберет только если скорее всего дельта оппонента не каждый сможет осу сделал других нет кадры захвата таких контрольных точку нас нету в игре поиск пошла у нас разведка стороны красного они пока вообще не знают особо чем занимаются товарищи сейчас включил туман вами мы смотрим от лица желтого игрока он производит аллигаторы три штуки у него есть есть один аллигатор от зеленого который занял позицию на этой карте кстати довольно трудно играть от наземки клетус мост узкий довольно всего лишь три клетки ширину есть запасной мост но с него еще хуже здесь тоже три-четыре клетки довольно такой пути на подъеме но долгий проход очень неудобный вот и от озерки играть здесь неудобно особенность вдоль моста поставили аллигаторы и наземка ваша вряд ли уже сможет пройти также с викингами только си сега хам и мамонта вы сможете их расставлять издалека но тоже очень долго корабль нос довольно тяжело бронированный есть оса который разведут фиолетово видно штаб что третье уровня циклона делается с этой стороны флот флот четыре верфи аллигаторов правда зеленый сделал только одного аллигатора вот они дали проскочить циклона разведать свою базу красный вышел в штаб четвертого уровня есть на базе пушка и вышка здесь штаб третьего уровня выход в алики плюс гречит и разведать разведывательный викинг 1 2 чуть не хватает как будто опыта игры оппоненту синего цвета иначе зачем он пулял флот так далеко от своей базы вот желтый игрок опытный нас лёша расставляет свой флот довольно неплохо не ровно линия плюс она не напротив флота противника надо перемещать правильное грамотное действие принимает лёша перемещает свой флот на берегу ближе к противнику иначе ему во фланг могут дать и довольно сильно покусать фиолетовый игрок достраивает торпедной установки мы видим игрок желтый цвет это видит поэтому спешит в атаку думает что здесь торпедок наверно немного на самом деле их очень много никакие просто об этом не знают хотя вроде разведка всей карты есть да вот пошла атака аллигаторы стреляет по одному викингу больше не никого не достают зато торпеда достает на голодобороне она плюс две клетки стреляет зеленый чуть-чуть подступил вперед допускает ошибку ну как раз тоже допускаю ошибку что он продолжает сражаться торпеда накидывает довольно больше урон наносит это проблема сейчас большие потери поликом пойдут с другой стороны мы видим что красный пошел захватывать маленький контейнер купился теперь его будут наказывать поседону викинг за контейнер в котором максимум 200 ресурсов можно получить игрок потеряет час 4 аллигатора если не отступит а он не успеет отступить уже аллигатора чей и викинги конфидераты пошли вперед желтый отступает назад он здесь неплохо посражался с зеленым уничтоженную часть флота проблема возникает на фланге у союзника который играет через четвертый уровень штаба у него дикообразные ягуары только одна верфь аллигаторов те аллигаторы которые были он уже потерял вот и псидон начинает наступать тем временем зеленый игрок вышел в его хам довольно динамичное сражение каждый делать интересное и зеленый нападает но неожиданно на него вылетает серафим с холма про который он не знал накидывает по туману активной способностью кара и уничтожает хамелеона есть запасной хамелеон который до заказа успел доехать но дикообразов не то что прям много три штуки плюс дельты заезжают в туман поэтому правильно на наступать дабы не потерять все что у тебя осталось так хотя бы ты по сути потерял только хамелеона захватывается большой контейнер один маленький смог взять игрок с этой стороны мы видим что синий продолжает давить на красного желтый пытается играть от зеленого ну логичного хочет зачистить правый берег сейчас может быть у союзника получится уничтожить несколько торпедных установок после чего аллигаторы прикроет своими ложками от серафима и зевс могут покусать бы часто практика когда ты играешь причем кстати хамелеона можно пригрызть даже аллигаторы торпедки пристанут по ним стрелять то не знал напишите об этом комментариях если вы не знаете то как шить так хамелеон свой эффект тумана лишь это может применять и на морские и единица здесь цербер запрыгивает туман один уничтожает 2 включается серафим будет падать урон успеет нести идет фокус кстати непосредственно сама серафима могли дикобразы и под сиклоном стрелять либо проще убить но видно зеленый игрок тоже опытный подконтролил свою армию то что он атаковала желтый игрок отправляет свой осу здесь собирается видимо защищать своего напарника здесь выход в завод мамонтов есть и завод ягуаров еще один завод ягуаров строить но пока здесь игр хам долги отстройка постоянно в аллигаторы плюс торпедки чем тормозит себя красный игрок в развитии за счет того что он потерял начале флота ему надо было что там больше тысячи ресурсов чтобы заново отстроить а на этих званиях это где-то 50 секунд времени развития так видим что пушки уже от зеленом появились на желтый с красным будут видимо помогать зеленому зеленый еще тоже будет пытаться атаковать единственных и миллионов пока еще нету по нему уже начинают строить посидоны довольно больно вот и желтый пошел вперед его товарищ пришел в атаку надо как-то помогать ему не бросать живо в беде правильно вот и начинает атаку уничтожает викинги задает окно для пролета и гхм на базу к фиолетовым фиолетом тяжело играть конечно у него конечно только торпедки мы от него не видим флота но так интересно здесь от страны мы видим что трипости дон два викинга пока которая не спешат прям сильно в атаку вот здесь получилось уничтожить большую часть флота викингов у зеленого игрока но проблема на базе не пробиться фиолетовый вышел в чердон серафима казармы ставит туман помните раньше казарма светили хамелеон сами здания недостроенные каркаса еще помню старый игрок у нас был строгач ставил даже по его стационарные в туман и они моментально светили юнитов и ракетки на голдобороне сносили все что там был там сюда буст на общую оборону стрелял не на две клетки до десятого на три кто тоже помнит напишите комментариях интересно много ли тут таких опытных игроков которые застали те времена кречет и пытались помочь сбили видимо серафима то что он больше не стреляет он только свою пассивку разогрел красного игрока теряют он не сможет отбиться желтый возвращает свою часть плота на базу ну здесь три торпедки не пробьет от двумя аллигаторами проблема красный делать и гхм откидывает уже строй двор в тыл этой стороны зеленый неплохой прорыв сделал на фиолетовую базу здесь молот от зеленого зевса от фиолетовом но этого недостаточно чтобы отбиться плюс желтый игрок контролирует ситуацию помогает своим товарищам видим что четыре крещи то будут поддерживать нападение попытка уничтожить завод зевсов так неплохо получается потому что зовут видимо не совсем прокачаны по хп броне вот и эти лишние залпы позволит сейчас побыстрее выбились выпилить завода героев вот герой завод зевсов и не будет до заказа но проблема что идет размен красного игрока не спасти со стороны моря желтый как будто бы даже не сильно пытается он уже должен понимать что скоро и на него переключится отбиваться мы нечем как и зеленому надо что-то думать красный игрок уже понял что надо отстраиваться вот и отправляет свою пачку и гхм а в тыл на синюю базу как будто бы вот с этой стороны зеленый почти добил фиолетово вот только сейчас начинает отстраивать торпедные установки у нас желтый игрок но поздно плюс электроэнергии не хватает очень неприятно дам он еще на голд авиации хотя авиация сидит на базе вот экстренные меры включаются но уже поздно противник видит каркас торпедных установок конечно же будет пытаться уничтожить кто же кто не знал когда строится здание у него максимальное количество хпм но нету брони вообще и за счет этого каркас созданий проще уничтожать имейте ввиду если вы не знали делается герой возможно даже солярис как говорится возможно нас криминал что завод выглядит как героев 3 уровня надо было выпилить поскорее этим начинает заниматься зеленый игрок то не он уничтожает от завод героев все замечательно с этой стороны красный начинает атаку то есть его атакует он 6 будет терять штаб но у него есть завод игваров в тылу дает пока не под угрозой пока отвлеклись на желтого есть момент времени чтобы сделать какую-то наземную технику вот как выглядит завод героев 2 уровня там был все-таки похоже 3 уровня не дали фиолетом выйти в героя а он мог здесь очень сильно за решать по миллион разрядился дикобраза есть но сейчас их 1 дельта возможно уничтожит хотя не переключились на другое более здорово дикобраза ты попытка уничтожить завод зевсов для того чтобы не дать синему возможность отбиться от этой атаки понят что он будет массе дельта еще огнеметчики полетели в туман убивать их нечем и есть чем это пачка ягодиких небольшая но огнеметчики будут производиться быстрее нежели чем вот эта пачка будет их уничтожать и вместо чтобы уничтожить какие-то важные здания пачка и гхм будет вынуждена стреляться вот с этим заказом и добить оппонента не получится зато получается у зеленого игрока где пацаны говорит желтый то лёша наш автор мне только кречит и отстроиться в тыл ему пока не получается хотя есть строй двор есть штаб есть ресурсы уже можно отстраиваться красный жив он отстроился с этой стороны и синего тоже затормозили в развитии его пока даже откидывать назад здесь попытка зеленым игроком хоть как-то добить уже этого фиолетового игрока шпал не восстановился у нее еще есть центр снабжения важно его уничтожить чтобы противник в фк якобы не добывал ресурс у него считаете сейчас полный природ приток ресурсов там 350 ресурсов в минуту примерно но не на не 350 250 скорее всего примерно около того вот ну как бы четыре минуты по фк 6 уже тысячу ресурсов оформил поэтому да важно набивать центр снабжения если уже нету заводов атака пошла к тем на зеленого игрока я не знаю это зеленый цвет вроде зеленый а это зеленый тоже зеленый 6 бледно-зеленый который сейчас убивает поэтому на бледный а есть ярко-зеленый нам просто потому что довольны красный игрок отстраивается штаб у него глядится 2 может даже до 3 уровня желтый тоже пошел в отстройку у него строй двор кстати оказался здесь здесь только что уничтожили из 3 кречита для какой-то минимальной защиты от тараша дельт а то зеленый игрок пока не истово тащит он уже вторую базу пытается пробить своими гхамом только сейчас на него переключаются стираты попытка коричневым как-то помочь отбить атаку не не получается викингов много почков тоже много уничтожить их не получится из попытка уничтожить торпедной установки не знаю зачем честно говоря видно что у этих игроков сопротивленцев уже нет возможности вернуться в море пока что очень мощная группировка флота оппонента поэтому возможно и не стоит строить это уничтожить торпедки вот я где пошли вперед то что ночью делать серафим прилетел сейчас кучу юнкс убьет здесь возможности до заказа отправлять уже нету и один серафим заставляет кучу проблем хоть если бы игрок красного цвета уничтожил завод героев не допустил бы появление серафима может быть сейчас и зеленого игрока основательный снесли просто пачка ягуаров ну серьезно их тут больше десяти штук кажется вот но один серафим заставляет в ужасе бежать сопротивление но даже не убежит на самом деле выгоднее здесь уже хоть как-то разменять чем выгоднее было найти разменять нам попытаться уничтожить штаб синему хотя здесь предель ты не дадут на она вот здесь да может на самом деле помочь как-то кречет и возможно и я даже не подумал о кречетах от желтого игрока срочков он тоже нашел ситуацию где он хоть как-то может помочь своему союзнику если он чуть-чуть пораньше бы отправился в авиацию а зеленый игрок который сопротивление закрепился бы на этом участке то можно было бы от кречетов сыграть и по крайней мере сбить серафима там тремя кречетами аккуратненько летать это возможно но очень сложно ну это прям довольно высокий уровень игры вот мы видим что не будет на на отпускать они отпустил солярис ягуаров с дельта добивает базу как раз те ягуары которые вернулись помогают отбить эту базу оставшуюся сцены серафим пытается выпилить завод ягуаров от красного игрока но здесь штат 3 уровня еще новый построит вот этот огнеметчик от сербера дельта довольно мощная связка что делать красные он накопился с этим небольшой уверенную пачку его хама решил опять таковать синего видимо хочет разменять себя на синего и оставить желтого один-на-один против зеленый который тоже еле живой как бы вы видите все базы побитые ни одного штаба не уцелела у игроков но может быть вот это уцелел у синего все остальные потеряли свои штабы и как бы нужно восстанавливаться так давайте понаблюдаем здесь происходит атака на синего игрока все-таки и он своего штаба лишиться уничтожает его довольно быстро и эффективно с этой стороны пехота стрелки ягуары кое-как отбивает пока желтую с зеленой базой с этой стороны мы видим что игрокам добил штаб теперь официально в этом бою 3 на 3 все потеряли свои базы по крайней мере чтобы да хотя тут красном прямо основательно выносят я не знаю сколько у него ресурсов если возможность нет возможности есть была баса можно было на море подформить пособирать большие контейнеры а так наземных контейнеров нету если ты после реконструкции не поставишь себе цески ведь они будет ресурсов ты уже не сможешь вернуться в бой вот все что у тебя остается тот армия который ты можешь играть как-то пытаться защищаться попытка восстановить штаб ну понятно что здесь поседоны им делать нечего не уничтожать их они же очень дорогие этого не мониторит когда противники будут отстраиваться но смотрите кстати красный довольно неплохо зашел на синего он выпилил ему практически всю базу вот зеленый вроде как с желтым отбивается желтый вышел в вертолеты броники стрелки очень интересно застроился на своей возвышенности отыграть он 2 уровня штаба лишь пытается тащить не сдается проблема кажется что еще синий живой который будет нападать продолжать на вот этих двух игроков у них от баста почти ничего не осталось реальность посмотреть туну почти ничего не осталось ну что тут 2 уровня штабы практически у него третье уже кажется да вот и юнит в соп прям такие нету вот и сейчас вся надежда только на то что красный разменял себя на синего и еще как-то сможет эффективно использовать свою армию но есть к миллиону есть дикобразы в целом они даже серафим не боятся поначалу даже вот и здесь пошел пушить еще один серафим кстати от синего игрока он вот ремонтировал видимо не потерял прошлый раз актив уничтожает электростанцию красавчик хорошо получилось вот но броники убивают все довольно эффективно здесь огнеметчики ничего не сделают скорее всего снайперская вышка плюс стрекозы стрекоз возможно стоил только отвести в сторону вот так раз тем временем начинает штурмовать уже основную базу зеленым по центру который находится вот броники то атаку вроде как отбивают ну то есть снайперская вышка которую не было зафокусировано самом начале этого сражения вот и она отставлялся как огнеметчиков вместе с стрелками вертолетами вот а дельты ну а сами себе они не прям штурмовые юнитами скорее юнит поддержки вот и зеленая от заметь отправляет свою пехоту на базу фиолетов здесь уже штаб третьего уровня номер конструкции на восстановили вот и тут хочу пехота от зеленого как-то проскочила во вход этой зеленые небольшой группировки стрелков вот а красный катается стороны 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 и просто не дайте нему становиться у синего все что осталось 3 дельты он не последовал примеру своего противника основного цвета красного не ступил назад вовремя чтобы отбить свою базу попробовать крайне мере он решил идти до конца и в итоге встретил сопротивление даже одного игрока не двух и пробиться не смогли сказать смотрите гранатометчики есть со стрелками даже у зеленого игрока его лишь и ленига хама но он очень упорный и вышел в стрелках гранатометчика на двадцать шестой двадцать седьмой минуте и атакует успешность и фиолетовую базу красный игрок будет наверно пытаться его как-то поддержать с этой стороны посидоны здесь за заказом трудно будет как-то пройти все что-то посеки не стреляют вот только сейчас начали стрелять но мы тоже знаем что посеки они немного косые они только первой ракеты попадают по цели а если она движется тут больше и не попадают есть крепость от фиолетового вызовет . синий будет пытаться восстановить свою базу даст ли ему это сделать красный игрок вопрос давайте посмотрим есть реконструкция штаба красный срывается вперед не будет давать установить штаб своему оппоненту тем временем зеленый с желтым подключается добивание полностью фиолетовой базы и смотрите игрок без базы но продолжает играть армии или хама даже так сказал один хамелеон есть и довольно успешно не дает синим отстроить спортом 2 c с кем оставил он еще может подкопить ресурсы восстановиться это добыча примерно 500 ресурсов в минуту тоже неплохо две минуты фк и новый штаб будет у тебя кармане вот со стороны моря конечно добивать нет смысла вот там очень много флота оппонента вот здесь есть гранатометчики в лесах которые будут сигнализировать когда противник пойдет куда-нибудь вот и у нас образуется небольшая пауза в сражениях синий живет делаем а стрекоз говорит зеленый желтым будет исполнять красный говорит что он будет атаковать с этой стороны здесь видно что есть штурмаки и зевсы грады ну довольно сильно группировка зевс правда приказываться налево хорошая возможность чтобы сейчас разложиться и атаковать по какой грани он ездит по лезвию ножа с этому чуть-чуть высунуться вниз и это все будет ваншотнута двумя ракетками и зевсами вот но он катается вот все дикобраз тот самый единица который ваншотнут видим уничтожили почти сразу включается хамелеон стоит разложиться пострелять почему нет уничтожить ракетку электростанцию может быть даже грады получится забрать вот но красный не рискует он просто а горит на себя зеленого тем временем дает зеленому за желтым светочить новую армию и вот здесь он решил сунуться на синюю базу не мы хочешь все-таки добить как-то и вот с этой стороны посеки там пытаются достать хоть какие-нибудь здания еще уничтожить но это неэффективно уничтожается два зевс от стороны видно что тяжелый штурмовик пошел вперед но их тоже принимает и гхм уничтожает без потерь град откидывает пару ракет желтый зеленым собирается нападать на эту базу центральную но и бы как бы идет уже я бы сказал 3 в 2 но учитывая что у красного база нет то он как бы два на два как будто бы в общем да странно давно таких боев не видел интересно самом деле чем все это закончится вот желтый зеленым начинает атаку здесь много по ваших плюс его хам с центра вверх такую зеленую базу зевс пытается справиться с его хам тот момент вертолеты с пехотой пытаются пробиться через эти оборонительные сооружения из ракетных установок и станциональных побои получается все оборонительные сооружения уничтожены база открыта есть конечно флот который будет мешать добивать базу но довольно уверенно противника нет никаких атак тыловых то есть 2 база все еще живы красным остановиться не может у него ресурсов для этого нету зеленый восстановился уже делать зевсов где-то он успел себе завод восстановить или возможно где-то у него стоял до этого игроки ликуют ну тут прямо реально бы переворачивать то в одну сторону то в другую интересные камбэки действительно бы хороший напоминаю что лайк и просмотр комментарий к этому видео дает понимание что видео зашло соответственно выше шанс что конкретно это видео будет участвовать в голосование лучших видео за месяц это видео будет относиться к лучшему видео за октябрь если на то что сегодня уже 7 ноября если скоро днюха 18 ноября то не знал вот я думаю мы со следующего видео начнем рубрику именно видео топовых за ноябрь раз 5 или 6 видео получится за октябрь вот но мы продолжаем смотреть как отправить видео вы помните ссылка первое описание ведет на видео ролик как отправить видео 10 минут длится если вы действительно хотите это сделал то вам надо поставить другое видео понять как это делать чтобы повысить шанс того что видик выйдет все видео не успеваю публиковать заявок много если бы я на каждую заявку делал видео то у меня пришлось бы на на по три по четыре видео в день публиковать я так сожалению много не могу извините ну и ожидаем дальше что получится надо пробить эту базу устажается завод зевсов с помощью ягуаров все что остается у красного игрока нашего героя которым своим отрядом навел шороха уничтожить повторно еще пару противников но на этом все штаб сохраняется у синего добить его не получается много огнеметчиков есть конечно вертолет которая вроде помогает прикрывают немечки догоняют хамелеон сжигает его есть эти еще дикопраза очень не хватало часу штурме я ему забыли про них каждой единицы дорога это как королевская битва на шестерых где у тебя нет зданий каждый унит тебе дорог новых ты не получишь вот и видим что синий то восстанавливается вот есть конечно да заказ но его мало от флота много направить не получится давайте вскроем туман войны послушать что где на карте находится но вот такой флот есть у синего игрока даже торпедка есть стороны каркас и остается по факту один живой только синий игрок красный говорит что у него все восстановится он никаким образом не может ну тут по сути два игрока живо они могут делать маску не вертолет или в ядерку выйти и добить его оппонента от красного остается еще один ягуар и 3 дикобраза он все еще жив смотрим дальше чем закончится твой когда вообще закончится то что править это будет очень трудно вот пехота пытается пробиться уничтожить отряды красно отступает но он уже переиграл наверно в королевскую битву он прям экономит свои юниты не рискует их не терять я еще не ревлюсь если он на год восстановления постоянно ремонтировал их я бы так же сделал вот но у него есть время чтобы покомандовать на кого снайперы качены то чем может помочь нам чтобы пробить этого фермера просто хочет жить нам тоже пытается кстати фиолетово дельта есть обратите внимание это интересно потому что одна дельта если посмотреть на на записи боя то наверняка это дельта пыталась захватывать контейнеры с ресурсами чтобы восстановить себе базу давайте понаблюдаем как играет дельта фиолетово но это просто все что есть у фиолетово игрока кроме каркаса вот и он теряет карта свою дельта да есть еще флот 5 морских уже 4 единицы вот этой стороны попытки атаковать базу очень красиво расставлены ягуара желтого игрока но да тяжело пробиться тут зевсы там тяжелая пехота пробиться здесь будет довольно сложно это страна выпиливается флот куча викингов помирает ну пока ни одна не померла идут потери кораблик за корабликом вся постепенно постепенно они все-таки должны потихонечку запушить желтый игрок не дает синему развиваться спокойно постоянно тиберит его теребит уничтожает им кучу юнитов выманивать база им в общем не дает просто выйти в штаб 4 уровня там хуни героя зеленый игрок взял масс вертолет все что осталось от красного игрока это один дикобраз вот и здесь прям смотрите миллиард повошек ракетки бой я поскал уже двое против одного сопра номинирует зеленый выходит в штаб пятого уровня будет выходить наверно в супер оружие ну потому что это проще всего сделать карта довольно большая учитывая что надо через узкий мост пройти здесь потом сюда и потом сюда а потом здесь еще как-то мудрится это пробить то что противник наверняка на голд бустах сидит до последнего защищается возможно надеется что выиграет по активности сожалению не знаю статистики и напарников кто играл хорошо надо и на ночь прикладывать скриншот итогов боя можно потом посмотреть наших героев то что меня вот интересно ребят сопротивление играли довольно круто скиллово желтый игрок он продолжает тащить он играл флотом сейчас он играет наземкой и он основной игрок которую не дает синему выйти с базы зеленый игрок нас удивлял и гх вам игрок он несколько сломал после чего стрелка греном добивал фиолетово не дал ему остановиться сейчас выходит в супер оружие уже заправляет его красный игрок своим отрядом гига хамок без базы играл тоже удивил как он классно играл и все это 21 ранге но может быть там 23 были а может быть там 20 ну учитывая что у нас герой он напомню в эту карточку профиль это 21 ранг подбор обычно 21 там 22 или же 21 20 что типа такого вот ну 20-23 ранге играли в этих боях искать что прям об ну как-то много у них опыта игрового много боев но показывает отличную игру ребят милцы я думаю даже них есть довольно высокий шанс попасть в топ-1 конкретно этот бой и получить за это награду я бы даже найти выдавал не только автору награду за этот бой но и всем остальным так но пошла ядерка желтый идет в атаку выманивать часть армии на себя вот и отправляется ракетам подарком синему игроку бабах куча за не уничтожено можно пробиваться продают не так что прям много парочку игларов остальность пехота но все здания гель живые вот и флот сосредоточен поседоны на зеленой базе интересно я бы на наставил туда у себя вот ну и как мы увидим ребят побеждают все еще два игрока живом остался один синий есть конечно пару викингов у зеленого который пытается защитить своих союзников хоть как-нибудь и даже поседон который не даст остановиться красном игроку это живет вот все один дикобраз как не поможет уже наверно вот но идет просто добивание база на этом бой завершён хотя синий вышел в штаб 5 уровня мог бы тоже по теории выйти в супероружие но ему трудно противника добиваться было вот ну и на этом наш бой завершается благодарю на нашего автора лёша 21 ранг за предоставленную запись боя еще раз спасибо за материальную поддержку уже говорил что в описании есть ссылка на то как отправить реплей мне на комментирование но мы будем наверно прощаться благодарю вас за просмотр и всем удачи спасибо за просмотр и спасибо за просмотр и всем пока Продолжение следует...